Вот сейчас вот то, что летаем. Мне нравится гораздо больше, чем волкснейл очки. Вот то, что я прошлый раз летал. Вот и я дождался и получил свой VRX и VTX от улитки. Пришлось сделать крепление на очки, нарисовать и распечатать. Вышло, в принципе, недурно. Меня устраивает быстросъемная. Вот X казался очень короткий провод. Пришлось переделывать для него специальное крепление, чтобы поставить на Apex четверку раму под полетный контроллер IO-FITEC. Получился вот такой среднего размера коптер. Ну что, будем тестить VRX на скайзонах четвертых. Вот так вот поставил. Установил вот сюда, вот, это четверка Apex. Есть маленький модуль, который на 1SVT от Neoatback запитал. И в полете есть FITEC IO. Сейчас один из самых дорогих. Посмотрим, как это будет летать и как это будет видео принимать. Интересно. Несколько дней ждал погоды, чтобы поехать проверить. Ну, дождался. Приехал на локацию летать. Вроде солнышко, а только собрался и туманно бежал. И что-то очень плохо было со связью. Я не мог понять, в чем дело. Буквально метров 150 отлетаясь, и начинает сильно битрейт проседать. Очень сильно был расстроен и разочарован. Но на этом я не остановился, конечно. На второй день я поехал. Уже с обратом по секции. Уже пошел дождь. Ты капец мокрая. Давай аккуратно только в стоп, не взлети сразу. Установил стоковую антенну от DJI. Ну, разница с стоковыми антеннами от улицы я, честно говоря, не заметил. Может быть, она и есть, но для меня было незаметно. Это сейчас через модуль вот этот, да? Да, это вечер этот модуль через VRX. На очки Skyzoo. Вот сейчас немножечко сыпало. Я, конечно, стою не в ту сторону. Ты к нему спидать стоишь. Не, а как бы она непонятно сыпется, там надо с фокус-модом разобраться. Так, по задержке как тебе? Слушай, по задержке я не ощущаю. С DJI нет задержки, я разницы не заметил. Я вот вообще не замечаю, да. Картинка сама по себе достойна. Кстати, сыпит, да, это именно фокус-мод. Потому что в центре картинка остается нормальная. Вот, а по краям или... Но, сама по себе картинка очень достойна. Притом, самая дешевая, это камера, это же 1С. Приемник-придачика. Коптер просто еще не до конца настроен. Погода не очень, лед, надо же настраивать. Ну да, нет, кстати, ну, летает неплохо. Картинка очень достойна. Но фокус-мод здесь... Надо убрать его просто. Более странный, чем у DJI. То есть мы летимнее. Да там еще не знаю, какая мощность стоит. Потому что я вроде выставляю, но там, блин... Можно 1200, хотя приемник максимально 350. Поэтому ты знаешь, что там выставил. Я хочу сказать так, что Skyzone, вот сейчас вот то, что летаю, мне нравится гораздо больше, чем Walksnail очки. Вот то, что я в прошлый раз летал. Мне тоже они удобнее на морде сидят. И настройка них там, как бы, в экранах лучше. Мне сам экран больше нравится. То есть оно как-то привычнее, чем... Ну, привычнее, как на DJI. То есть размер нормальный. Все-таки... Да, сэр. После мокрого дня настал третий день. Когда уже вышло солнышко, все было хорошо. Я установил у меня антенны от iFlight. И все круто поменялось. Сразу битрейт стал более стабильный. Я тут первый полет сделал, было все нормально. Ну, хотелось летать на дальняк. Но так как на дальняк, когда летаешь, расстояние на 50 мегабит не показывает. Я переключился на 25 мегабит и полетел. И в этот момент не заметил, что у меня переключилось на 8 канал. А как все знают, на 8 канале максимальная мощность бывает всего лишь 25 милливатт. Ну, я сложно полетел, не знаю о том, что я летю на минимальной мощности. Коптер без пищалки, без депрессора. Но я спокойно полетел. И как вы видите, я улетел почти на километр. Ну, я бы смог бы улететь, но я не рискнул просто лететь через речку. Слетал, вернулся. И только когда уже дома стал смотреть титры, я понял, что я летал на 25 милливатт. Пусть товарищ туда же слетал на коптере, уже с GPS, и у него такое же расстояние показало. Так что улитка с расстоянием прям показывает огонь. Он не ошибается. В этом же полете мне как раз таки это и помогло найти коптер, который в меня упал. Благодаря DJI сзади. Последнюю прошивку я скачал вот по этой ссылке. Для очков, ну и для VTX. Ну, там возможно понадобится использовать VPN, потому что не у всех открывается. А если вы захотите откатиться с этой прошивки 3136 на 29-ую, последнюю стабильную, вам придется, скорее всего, переименовывать файлы этой 20-этой прошивки на большее число. Потому что просто так не откатывается. Просто так пищит, пищит и не откатывается. Я нашел информацию, что нужно просто переименовать с большим числовым значением. Хотел дома скинуть видео с VTX, но у меня просто-напросто разъем пластиковый развалился. Я ничего не смог скинуть. То, что видео вы видите, это то, что записал VRX. Картинка, конечно, огонь, но в очках она еще лучше смотрится, чем вот здесь на видео. Жалко, что не получилось скинуть видео. Пока заморачиваться, припаивать туда какой-то другой разъем я не планирую. Пока не получу большой модуль. Пускай так будет. Ну, хотя и прошивку не смогу поменять. Но это мы переживем. Ну и вывод. Стоковая антенна от Caddx. То, что стоят на VRX и на VTX полное говно. Их надо обязательно менять. Я посоветовал бы поставить как минимум у меня антенны от iFlight'а и какой-нибудь там Foxer или Cherry уже на VTX. Будет вам нормальное, приемлемое качество связи. Не уступая, думаю, DJI. Подписываемся, ставим лайки, заходите в телеграм-канал. Все ссылки я оставлю снизу под видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА